Пострадавшая должница. Ровно год назад в поселке Новодубовка произошло возгорание частного дома, который разделен на два хозяина. Теперь владельцы одной половины дома требуют почти 2 миллиона тенге у своей соседки за якобы причиненный вред имуществу. Прошло уже несколько судебных процессов. Дело даже дошло до Верховного суда. Сгоревший дом выставили на торги, а едва выжившая хозяйка другой части дома, с которой требуют немаленькую сумму денег, тем временем ночуют, где приходится. В проблеме разбиралась Миром Гульсалкибаева. В момент пожара Елена Полеонова в доме находилась одна. По словам несчастной женщины, перед уходом брат Олег попросил положить в печку пол ведра угля, что она и сделала. После, ни о чем не думая, Елена пошла спать. Как оказалось, пол ведра и стало основной причиной возгорания. Когда проснулась, все уже горело красным пламенем, рассказывает убитая горем женщина. Сгорело все – ценности, личные вещи, мебель, зимняя одежда. Я напугалась сильно, в общем, кинулась назад в дом. Тут сразу выбила свет. Я на потемках в одной ночнушке, в общем, кинулась, в общем, дошла до последней комнаты, где я сама искала, думала, может, туда не дадет дым. Ну, дым такой идучий был, что, в общем, и глаза, и дыхание, все. Я сначала напугалась и думала, что это сама, ну, все, уже умирать буду. А потом чувствую, что жить-то хочется. К окну подошла и не соображаю, что делаю, не вижу, что у меня на столе можно чем-то разбить. Я стала выбивать рукой. В общем, обресла себе руку полностью, вот так вот, все кровищи, все. Увидев, что шансов выжить у Елены Полеоновой осталось совсем мало, долго не думая, она выбивает стекла окон голыми руками. Елена и сегодня благодарит Бога только за то, что племянницы дома не оказалось. Тогда последствия были бы тяжелее. После чего на помощь пришел ее брат. Ленка кричала на помощь, уже хрипла, кричала с окошкой вот с этого, с маленького. Вот. Ну, я ей сказал, подожди, я сейчас это, ну, решил попробовать пламя сбить, что, ну, я знал, что сейчас, может, на крышу если перекинется, то уже все. Ну, это, ну, а что, чем, снегом начал закидывать, вроде немного, как я его сбил пламя. Побежал к сестре. Сестра говорит, все, говорит, я уже не могу. Зачем ты меня спас? Лучше бы я умерла. Именно так твердит Елена Полеонова своему брату Олегу, который спас ее от пожара, произошедшего 27 ноября прошлого года. Инвалид третьей группы Елена до сих пор помнит тот роковой день. Не спит по ночам, просыпается от любого шороха. Мало того, что они остались без жилья, так еще и соседи требуют моральный ущерб в виде 1 миллиона 700 тысяч тенге. Впоследствии Елена отравилась, после чего ее госпитализировали. Хоть и прошел целый год, но шрамы на руках и ногах до сих пор напоминают тот роковой день. В день выписки она узнает, что ее сосед подал на нее в суд. Теперь он требует выплатить данную сумму, либо отдать половину дома. Присудили миллион почти 700. Или взамен он сказал, я согласен, мол, как бы это самое, закрыть это дело, если вы отдадите полдома вот этих. Я говорю, я согласна, если вы мне предоставите жилье, потому что я с братом где должна жить. Он сказал прям в суде, вернее не он, а она сказала, что дочка, что не приемлют они этого. Понимаете, я остаюсь на улице, я вот до весны, а по весне все. Как рассказывает брат Олег, не считая того, что Елена падает в обморок три раза в день, так она еще и по ночам спокойно спать перестала. Фразу «за что?» она твердит каждую секунду. Самое главное – надеяться не на кого. Сумма ежемесячной пенсии составляет 12 тысяч тенге. Хоть и инвалид третьей группы, Елена дома не сидит. У меня, считай, я работаю при Акимате, уборщице, там, считай, 12 900, и 13 тысяч у меня пенсия. Все, вот с этим мы живем. Вот, что хочешь, что и делай. А защитник семьи Палеоновых Рамиль Мингазов утверждает, что шансов у них все же нет. То есть сказанную сумму им придется выплатить. Поэтому мы по этим основаниям на сегодняшний момент подали эту сумму. Надеемся, что суд, с учетом того, что именно этих вышесказанных обстоятельств, а также с учетом того, что она социально уязвимый человек, то есть она была третьей группой, суд отменит это постановление, и таким образом жилище, которое единственное у нее, ставится за ней. Что касается исполнения судебного решения в целом, ну, я так полагаю, что из тех сумм, которые она получает, она будет погашать этот долг, который у нее есть. Причину пожара знает только сама Елена Палеонова. Что же будет с несчастной семьей, пока неизвестно. Ну, а мы, в свою очередь, будем наблюдать за происходящим. Яна Мгульсал Кимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!